Войска Киевской хунты 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 И тягли, тяглися с дедом, хоть чуть-чуть же прикрепили. С пенсии откладывали, а ну, хорошо получилось. Така литка уже бог с ней, ну, векна и оце. Векна и оце. Векна и один, но тоже двоеч деток. И они уехали, и это каждый день звонит, меньше. И он говорит, а как вы там? Да ничего, я же ничего не сказала, не говорила, чтобы они там. А куда они уехали? У Дніпропетровский. Там старший живет, там женатый. А те жили на ДСК, а тогда дети же маленький один хлопчик, а одна уже в институт поступила. Так они же поехали туда. Ну что, этот Никита стал кричать, стали взрывы, он плачет. Я говорю, Вова, едь, то позвонили до Саши. Кажем, Саша, как хочешь, хоть и двохкомнатная квартира, а забирай их. И они то уехали. И Менчий говорит, ма, я приеду. А я говорю, Вова, пока не едь. Ну нельзя ж, правда, сыночек? Ну да, ну да, ну да. Пока, говорю, не едь. Чего ж ты приедешь? Кажу, пока господержусь, не едь. Мы уже тут, как не было. Ось 42 года и 8 месяцев старую. Работать на домостроительном комбинате. И под землей, и на вибрации. Вот это же, полигоны, вот это, набито на мешалки. И с отбойным роботом. А великотечную вы же застали, я так понимаю, да? Да? Великотечную вы застали? Вот это я хорошо помню, что погиб отец. Не дошел до Берлина. Сколько жора, я уже забыла. Не дошел до Берлина, батько мой. Неделя, чи что, оставалось до конца войны. Представляете? Вот. И я не помню ни отца, не помню, ни войны, я не помню. Була ж маленькая фотография на руках. Отец, и мама, и мы, и я сидела маленькою. Еще и не ходила. Ну, не помню ничего.